Сегодня в Екатеринбурге суд вынес приговор владельцу детского аттракциона «Гуси-лебеди». В прошлом году на них серьезно пострадал ребенок. Во время работы аттракциона одна из фигур опрокинулась и 10-летняя девочка упала с 3-метровой высоты. Какое наказание в итоге получил предприниматель, расскажет Анастасия Горохова. Любительские съемки первых минут после ЧП. Видна сломанная люлька карусели. Из нее с 3-метровой высоты выпала 10-летняя девочка и получила тяжелые травмы. Рядом шокированная мать. А здесь у нее перелап? Не, не прямо вот здесь, прямо здесь. Видна и причина поломки, от которой люлька с ребенком опрокинулась. Оборвала трос. 100% неисправность. В результате инцидента девочка ударилась головой об асфальт и получила сотрясение мозга. Чудо еще, что ребенок не погиб, ведь подробности развлекательного бизнеса, в которых стали разбираться правоохранители, оказались вопиющими. Персонал аттракциона был набран буквально с улицы и работал без стажировки. Никаких инструктажей по технике безопасности с оператором и механиком не проводилось вовсе. А сама карусель под названием «Новые лебеди» оказалась раритетом советских времен. Судебно-техническая экспертиза показала, что сам аттракцион был изготовлен аж в 1989 году, то есть больше 20 лет назад, и эксплуатировался с нарушением установленного срока. Кроме того, при ремонте аттракциона, который проводился несдолго до происшествия, не привлекались компетентные специалисты, которые обладают специальными познаниями для ремонта такого сложного устройства, а также не использовались оригинальные детали, что привело к этой трагедии. Владельцем развалившейся от старости карусели оказался московский предприниматель Ашот Миносян, который зарабатывал в Екатеринбурге на передвижном парке аттракционов. По закону ему грозило до шести лет тюрьмы. Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года без штрафа. В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначено наказание считать условным с испытательным сроком на три года. Условный срок стал возможен, потому что Миносян признал свою вину. Ещё до суда выплатил родителям ребёнка 500 тысяч рублей. Всего же Фемида обязала коммерсанта заплатить миллион за причинённый моральный и физический ущерб. Как выяснилось после ЧП, предприниматель Миносян продал аттракционы. Так что не исключено, что скандальные гуси-лебеди этим летом катают детей в другом российском городе. Анастасия Огорохова, Роман Марьяненко, Юрий Чернышов. Информационная программа «День Екатеринбург».